Каждый художник хочет передавать свой опыт ученикам. Думается, это великая цель учителя. Потребность передавать полученные знания привела известного таганрогского художника Алексея Адамова в библиотеку. Учебные работы с натуры очень важны в обучении живописи. Ребенок учится изображать предметы, распределять цвета, тени. Сегодня перед ними стояла нелегкая задача – изобразить вещь, которую многие видели впервые – старинную прялку. Это непросто. Это здание еще в начале прошлого века построил известный архитектор Шеппин. И нам представилась великая честь работать там, где лежат люди великих людей. И мы сегодня с вами нарисуем вот эту старинную прялку. Вот я специально поставил две, одна наша из нашей с вами школы, а вторая – библиотечная местная прялка, чтобы всем было людно. Я в одну сторону направил, во вторую. Вот. Посмотрите на ее конструкцию, из чего она состоит. Мы с вами уже делали рисунок простых форм, простых предметов. Цель творческой встречи – помочь детям овладеть навыками рисунка, научиться применять законы рисования на практике, повысить общий художественный уровень. А главное – доказать, что, несмотря ни на какие ограничения, каждый может научиться рисовать. Наверное, вот эти традиции, которые учитель ученит, и сегодня Алексей передает своим воспитанникам. Алексей и сам очень чтит те традиции, которые он перенял от своих учителей, наших таганрогских художников. Михаила Оськина, Леонида Стуканова. Конечно, в Ростове, когда он учился в училище Мингрекова, художники, доставники много вложили в него своих истоков, своего творчества, своего профессионализма, мастерства. Но Алексей всегда отличался своим почерком. В выставочном зале сегодня размещена экспозиция маленьких художников таганрога. Выставку органично дополняют картины Алексея Адамова. Его врожденная способность оценивать цветовые оттенки, умение схватывать пространство, открывают нам удивительный мир этого художника. Массовых мероприятий в главном выставочном зале таганрога пока нет. Но увидеть вернисаж учителя и его учеников можно совершенно бесплатно. После долгого перерыва Чеховка приглашает. Продолжение следует...